Я знаю, что ты из Греции. Да. А почему ты решил уехать? Зачем находиться там, где тебе не нравится? Ты считаешь, что ты здесь пускаешь свои корни? 10 лет назад я ни в коем случае не думал бы, что я буду жить здесь, когда мне будет 31. Классная инфраструктура, все очень удобно, потому что здесь классные девчонки. Я тебя спрашиваю, что тебе нравится? Мне нравятся пельмени очень сильно. Что насчет русских девушек? Бывает что-то навсегда. Маша. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. За долгое время работы в пиаре и журналистике я поняла, что россияне недооценивают нашу страну, думая, что он где-то там, за рубежом лучше. Глазами людей, которые долгое время прожили за границей или выросли там, я хочу показать, что это не так. Ведь эти люди выбрали жизнь в России. Самсон Моисидис, 31 год. Грек переехал из Европы, чтобы получить медобразование в одном из лучших университетов России. Врачом не стал. Зато вместе с партнером по бизнесу открыл известный в Москве ресторан греческой кухни «Малон Лаве». Самсон в совершенстве владеет русским языком. Оттачивать произношение греку помогали русские девушки. Не женат и пока не планирует. Самсон, привет. Приветствую. Я знаю, что ты из Греции. Да. А почему ты решил уехать? Почему бы и нет? Москва очень красивый город, он рядышком. И тем более я не прилетел сейчас. Прилетел 13 лет назад учиться. Так почему ты 13 лет назад решил уехать из Греции? А вот ситуация такая. У нас университет, ну, чтобы было понятно всем, у нас университет только государственное. Туда попадаешь только по экзаменам от последнего класса школы. Вот когда это происходит, ты попадаешь зависимо от, сколько ты набрал, туда, куда ты выбрал. У меня было гуманитарное обучение. И я не увлекался всякими историями, медициной и так далее. Ну, это был очень красивый выход в семейные обстановки, чтобы выбрать за рубеж, потому что в Греции я на медицине не мог учиться. Почему? Это дорого? Потому что я не был вообще в другое направление, и баллы было невозможно там набрать. И вот такая история. А образование в Греции платное вообще, высшее? Нет. Все бесплатное? Нет, все бесплатное, государственное тоже бесплатное. Есть частное, но это уже не университеты. Ты оказался в Москве? Да. Как и при каких обстоятельствах? Первый контакт с городом был как студент первого меда имени Сеченова, вот, чтобы правильно говорить. На общую медицину я поступил, я ее никогда не закончил. Мой альтруизм заставил подумать больше, и я подумал, что я спасу больше людей, если не буду этим заниматься. Ты знаешь, я вот в этом году, этой зимой, первый раз приехала в Грецию, первый раз была в Греции. И вот это вот какое-то внутреннее ощущение, знаешь, как несостыковка ожиданий и реальности. То есть я ожидала, читала книги, изучала историю, что это великая империя в прошлом, что это какое-то наследие мировое. А когда я приехала, увидела разруху, грязь, мусор. И вот у меня вот это вот полное какое-то непонимание было, в первые дни особенно. Вот когда ты приехал первый раз в Россию, какие у тебя были ожидания, и что ты увидел? До ответа вопроса хотел спросить, куда ты приехала в Грецию? В Афина. Такое увидел. В Афина. В Афина. Да, у меня было вот в центр. Так не пойдет. Тебе ни один человек не сказал, куда идти. Мне сказали, я и говорю тебе, что это было вот первое ощущение. Я пошутил. Но это было первое ощущение. Я понимаю, первое ощущение, конечно же, здесь точно не то, что я видел. Я представлял больше то, что я вижу сейчас. Если это достаточно понятно. Ну, лучше объясни. То, что сейчас, в какой обстановке сейчас город, здесь, по моей какой-то эстетике, я сейчас не буду говорить, что правильно, что нет. Но по моей эстетике, как бы, это я ожидал. Когда я слышал по Москве, Москва, Россия, Москва. А что значит твоя эстетика? Ну, вот как сейчас город. В 2008-м мы все знаем, что город не выглядел так, как минимум. Мы сейчас говорим о визуализации. Я визуализацию не... То есть это парки, это газоны. Что в твоем понимании визуализация? Убрали провода. Ну, да, да. Это все в отдельности, может, и не настолько важно, чтобы формировать мнение о городе. Но в совокупности это все создавало другую иллюзию какую-то. А какие-то были принципиальные отличия Москвы от Европы? Для меня нет, потому что я из Греции. У нас достаточно много общего. Во многом. Мы разные на каком-то культурном моменте и так далее. Но итог один где-то. И потому для меня отличий особо не были. Я чувствую себя достаточно комфортно всегда здесь. А какие для тебя отличия есть между греками и нами? Ну, другой подход к ситуации, может быть, какой-то. В чем? Ну, скажем так, всегда бывают две дороги, которые могут везти к одному городу, правильно? Оба они правильные, но они разные. Они разные в каком формате? В виде подачи, может быть, в виде восприятия чего-то. Здесь, естественно, это больше северная страна. Как бы, если не буду говорить общее отличие этих северных и южных стран. Ну, где-то в этих странах. Мне интересно, в чем? Греки более веселые? Ну, хорошо. Не знаю, улыбчивые. В чем заключается это? Ну, улыбчивость и веселье, я думаю, здесь тоже достаточно существует. Но если мы говорим о какой-то бытовухе и бытовой рутине, да, достаточно мы, как бы, можем быть более позитивные. Но внутренне, я думаю, у нас сейчас горит одинаковый огонь. Ну, а сами русские тебя чем-то удивили, когда ты приехал сюда? Меня удивили, как сильно принимают человека, если как бы все окей, понравилось, как тепло можно... То есть гостеприимство русское, оно меня удивило. Я думал, что он будет более холодным, но оказалось совершенно не так. А в какой момент ты понял для себя, что ты хочешь остаться в России? Я до сих пор об этом думаю. Я во многом даже веду себя так, чтобы не ощущать, что я уже принял решение. Время покажет, не знаю. Есть такая пословица, не пословица, а такая фраза греческая, которая говорит, ну, в прямом переводе, когда мы делаем планы, бог улыбается или смеется, как перевести, не знаю. Но далекий план я никогда не делал, я живу чуть-чуть по-другому. Но то, что я живу здесь 13 лет, это некий момент, мне кажется, что это означает. Что он означает? Пока я точно здесь, вот так я могу это поощрить. Что он означает этот момент? Ну, что мне здесь нравится, и чувствует себя комфортно. Зачем находиться там, где тебе не нравится? Так что, мне кажется, факты сам говорят о себе. Самсон, у тебя же есть друзья в Европе? Да. А что они думают по поводу России, по поводу твоего переезда? Может, они тоже хотят переехать? Многие переехали, многие приехали отдыхать, а так все часто гости в столице, если честно. Все нравятся. Я мало кого знаю, если честно, из моего окружения, кому не нравится Москва, ну, который был здесь естественным. У русских есть удивительная особенность. Мы часто верим в суеверие и всякого рода пестицизма. Ты веришь в суеверие? Ну, если суеверие, оно в позитивном русле, и оно может тебе отдать силу. То есть, если суеверие к деньгам, то верю, если нет, то нет. Очень удобная позиция, да. Но в основном не верю, если так брать. Давай проверим, знаешь ли ты вообще наши, скажем, мистицизмы, если их можно так назвать. Интересно. Итак, что нельзя класть на стол? Пустую бутылку, ключи или мелочь? Пустую бутылку. Правильно. Знаешь, почему? Ну, это не только здесь, это во многих странах. Ну, это к плохому событию. Правильно? К несчастью. Ну, к несчастью, да. Но вообще, на самом деле, в России считается, что и ключи, и мелочь тоже лучше не класть на стол, потому что все это, все к несчастью. Да? Да. Я должен быть очень несчастный, у меня ключи всегда остальные. Какая часть дома считается территорией зла? Окно, дверь или порог? По логике, может, порог. Почему? Ну, не знаю, типа, переходный какой-то процесс. Слушай, это практически русский уже, можно сказать, так и есть. Да, 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 да. Это как некий переход из одного состояния в другое, и там нельзя деньги передавать через порог или обниматься, но обязательно поссоритесь. Ну, мы мне дали очень легкие другие решения, потом и нашел ее. Что нужно сделать, если пришлось вернуться домой? Ну, вот что-то вдруг случилось, пришлось вернуться домой. Нужно переодеться, посмотреть на себя в зеркало, или посидеть на минутку, прежде чем выйти? Ну, я переодеваюсь, если возвращаюсь домой. Интересно, почему? Просто. Ну, раз я пришел, ну, переодет, выйди снова. Ну, если ты что-то забыл, например, тебе нужно вернуться. А, не забыл, не забыл, не забыл, но если я забыл, вернулся, забрал и ушел. Не знаю. Ты не знаешь, что надо делать? Нужно обязательно в зеркало посмотреться. Я знал, точно, точно, мне рассказывали. Ты забыл? Да, 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 да. Но это не настолько нонсенс для меня лично, что я потом и забыл, наверное. Какие приметы есть в Греции? В Греции мы очень сильно верим в глаз. Или... С глаз. С глаз, как правильно. Настолько сильно, что, например, я могу позвонить моей маме по фейстайму, и типа, у меня голова болит, и она типа узнает, она говорит, типа, сейчас, секундочку, что-то она там говорит с водичкой там и так далее. В основном, это водичка с солью над головой, и что-то читается, и убирается глаз. Вот, это мы верим сильно. Дальше приметы, суеверия и так далее. Есть много, но... Ну, с кошками, наверное, черным. Черных по ночам. Черные крошки. Ох уж. Ну, всякие такие детские истории. А в какой момент у тебя появилась идея открыть здесь ресторан? Любой грек, который не живет в Греции, у него где-то, ну, кто бы сказал, что это не так, он врет. Где-то в глубине хотелось бы, чтобы было, как минимум, в городе, где он живет, греческий ресторан. То есть у каждого грека в крови? Ну, да. Как минимум, чтобы он был не у него. Чтобы он был. Чтобы он мог его пасить. А по поводу ресторана все произошло случайно, потому что очень близкий человек познакомил с другим человеком, который сегодня является партнером, владельцем ресторана «Волла Ветта» Алексея Королидис. Там как-то состыковалось все. А ты думал о том, чтобы открыть ресторан где-то в Европе, в Лондоне или в Милане? Это существует всегда в мыслях. Открыть в целом что-то еще. Даже я не сказал бы в Лондоне, ему сказал бы в Греции. Почему бы нет? Такие мысли посещали. Мы как раз таки с Кумом. Кумом. Алексеич. Мы стали еще и Кумавя. Думали о Греции. Мы как бы, она всегда есть в планах. Но там больше, когда мы приезжаем, мы хотим отдыхать. Я так долго сейчас думал об этом, не знал, как красиво это сказать, но истинно такая. Когда ты приезжаешь обратно домой, хочется отдыхать. Мы пока что не хотим потерять этот баланс, потому что здесь достаточно много работы. И мы радуемся этим. То есть здесь зарабатывать лучше, чем там? Я не могу это сказать точно, потому что я там не зарабатывал. А ты знаешь вообще, какие есть подводные камни, когда ты открываешь ресторан в Европе? Конечно, все знаю. Насколько там сложнее или легче, чем это сделать здесь? Там, скорее всего, это сложнее. Иногда. А почему? Потому что очень огромная конкуренция. Ты хочешь сказать, дело только в конкуренции? А какие-то бюрократические штуки? Про бюрократические штучки я не настолько осведомлен. Налоги? Если честно. Ну, налог больше в Европе, да. Он больше, но это не секрет. То есть выгоднее все-таки открывать ресторан в России? Выгоднее открывать ресторан там, где ты можешь жить больше всего и находиться. А как ты думаешь, молодым людям здесь, в России, стоит идти в бизнес и открывать ресторан? Сейчас. Почему бы нет? У каждого должна быть своя мечта. Молодой человек и люди – это относительный момент. Для меня молодой человек – это 50 лет. О каких молодых людей вы говорите? До 35, например. Неважно. Почему бы и нет? 2020-й оказался переломным для ресторанного бизнеса во всем мире. И Россия не стала исключением. Однако уже в следующем году оборот ресторанов, баров и кафе увеличился почти на 25%. И достиг до пандемийного уровня. Сейчас Москву называют одной из гастрономических столиц мира. А в прошлом году произошло то, чего туристы и местные гурманы ждали очень давно. В нашу страну впервые пришел гид Мишлена, раздав заветные звезды нескольким заведениям. До этого московские рестораны ежегодно входили в топ лучших заведений мира. Ты считаешь, что ты здесь пускаешь свои корни? В том числе, потому что ты открыл ресторан, ты выучил русский язык. То есть частичка тебя уже фактически здесь. Навсегда. Навсегда? Вот это слово. Но частичка? Ну, навсегда это тяжело обозначить. Это все очень относительно. Что значит навсегда? Бывает что-то навсегда, Маша. Я не знаю. Я хочу спросить, это у тебя. Я скажу так. Я никогда не верил, что я буду жить в России. То есть я думал, что я закончил университет и иду. Вот это я не верил в это. Ну, чтобы было понятно, насколько сложно мне говорить заранее что-то. Я уже получил как бы в виде экспириенса. Это как бывает просто. И потом мне тяжело тебе сказать навсегда, потому что, ну, 10 лет назад я ни в коем случае не думал бы, что я буду жить здесь, когда мне будет 31. Но ты остался? Я не просто остался, я живу пока здесь. А почему? Мне здесь нравится. То есть вот... Это тяжело поверить, что мне здесь нравится. Нет, абсолютно. Но просто мне кажется, должны быть какие-то, как мне опять-таки кажется, если я не права, ты меня поправишь. Конечно. Да, то есть есть какие-то поинты, благодаря которым ты говоришь, вот мне нравится, мне нравится, потому что здесь классная инфраструктура, потому что здесь все очень удобно, потому что здесь классные девчонки, потому что у меня бизнес, который приносит мне много денег, и я понимаю, что сейчас я приеду в Грецию, столько денег я не заработаю. То есть абсолютно понятные какие-то и поинты. Понимаешь? Вот ты говоришь, ну, нравится. Я тебе спрашиваю, что тебе нравится? Это поинты больше в моей голове, они звучат так. Мы говорим вещи, которые, по сути, нам дают жизнь, правильно? То есть без них жить невозможно. Раз ты живешь в какой-то стране, и тебе здесь комфортно, у меня оттуда все начинается просто. Я же не приехал сюда работать. И не на заработки я приехал, и не навсегда я приехал. И так же у меня, по сути, мыслит голова до сих пор. Что я имею в виду? Я иду из обратного. Если мне здесь достаточно комфортно, чтобы я мог хоть что-то творить, нужно кому-то, не нужно, хотя бы мне, если мне хотя бы приятно, и, слава богу, есть какие-то инструменты это все делать, значит, мне здесь весело, хорошо, я функционирую, я улыбаюсь. Мне здесь не грустно, живу комфортно, потому что город Москва такой-такой-такой, но я сейчас не буду перечислять, почему комфортно в городе Москва. Это смешно, это топовый мегаполис. Сейчас, что сказать, что здесь хорошая инфраструктура, понятное дело. Речь идет, что даже если все идеально в мегаполисе, если ты внутри не чувствуешь комфортно или чужое, или что-то еще, или как бы тебе не устраивает твой образ жизни, в чем-то, не все же материальную основу котируется. Можно зарабатывать очень много денег, но жить ужасно. Я могу перечислить, таких стран очень много, но не буду. Вопрос, как ты там чувствуешь? И потому я говорю, мне здесь хорошо, я от этого исхожу, и, может, если мне здесь хорошо, буду жить хорошо. Дом, есть дом. Россия, можно сказать, это второй дом уже, потому что я живу 13 лет, я формировался здесь. Во многом, как минимум, в мозговом штурме ежедневно. Так что, справлюсь, если мне не нравится, конечно, нравится. Буду жить здесь, живу здесь. Что будет завтра, мне кажется, ты тоже не знаешь. Никто не знает. Вот и все. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами, чтобы узнать, что же они думают обо всем об этом. Самсон, у тебя есть топ твоих любимых русских блюд? Топ, топ-топ русских блюд. Ну, пара, что это? Мне нравится пельмени очень сильно. Так. Да, обожаю пельмени. Сметаной, с чесноком, что-то еще туда входит. Ну, вот сейчас, в общем-то, посмотрим, что скажут твои вкусовые... Борщ. Борщ, окей. Что скажут твои вкусовые сосочки? Надевай маску. Так, интересно. Так, сейчас ты попробуешь это русское блюдо с закрытыми глазами. И расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях. Я даю тебе в руки тарелку. Давай. Вытягивай одну руку. Так, вопрос. Да. Точно русское блюдо? Абсолютно точно. Так, давай так в левую. Держи вилочку. Вилка. Так. Давай, я помогу тебе. Может, ты уже чувствуешь что-то, запах? Только не подглядывай. Ты далеко, чтобы я тебя не пораню. Нормально, нормально. Я помогу тебе надеть. Давай. Нет, пока. Окей, будем пробовать. Ну, что-то явно в соусе каком-то, да? Держи, держи. В каком-то подпитанном соусе. Давай, давай. Ну, это некая... Так, я знаю, что-то. Это соленье. Какое? Ну, вот. А какие ощущения у тебя? Сейчас скажу. Вот он такой, длиненое. Как сказать правильно? Зеленое. Я не знаю просто, как его назвать. А по ощущениям какие? Ну, хрустящее. Ты можешь снять же маску, в принципе, посмотреть. В принципе, хорошо. Ты решила остаться в ней? Ну, вот. Соленье. Я правильно сказал еще? Все правильно. В меню всегда написано соленье здесь. То есть, если ты пьешь соленье, приходит такое. То есть, это число... Вот я поел вот это. Да, все правильно. Как это называется? Черемша. Сама задумалась. Сама задумалась. И вы хотите от меня, чтобы я это угадал. Ты любишь вообще это? Ты пробовала ее раньше? Как еще раз? Черемша. Черемша. Очень русское название. Как ты выучил русский язык? Мне очень сильно помогли русские дамы. Русские дамы? Я хотел сказать, учитель по-русскому, это будет вранье. Я узнал по всей истории русского языка и так далее методом общения. Естественно, не только с дамами, а с людьми. Но не без желания. То есть, невозможно выучить русский язык, если нет желания. Я говорю, чтобы ты мог хотя бы, чтобы тебя понимали. Я об этом говорю. Акцент, как бы, кажется, свой, наверное, не знаю. Но, чтобы тебя понимали, надо иметь желание определенное. Это не такой, как бы, не самый легкий язык. Я к этому выучу. Что насчет русских девушек? Ты уже упомянул, что они помогли тебе выучить русский язык. Да. А в чем вот есть какое-то кардинальное отличие между гречанками и русскими девушками? Отличие есть вообще в целом между каждой женщиной. Потому что каждая женщина уникальная. Это абсолютно разный формат общения и мировоззрения всего. В чем отличается мировоззрение? Институт семьи здесь достаточно развит. В плане, насколько раньше начать семью. Даже, ну, это видно по бракам и по людям, которые я знаю. Я знаю моих ровесников, которые не очень-очень молодые родители. Это что означает? Что очень рано вышли замуж. Ну, поженились. Это, как бы, простая логика. Когда это происходит, понимаешь, что у себя в стране, то есть, ну, Греция, мы женимся в целом и выходим замуж и так далее. Ну, точно. В основном, в осознанном возрасте после 30. Скажи, ты видишь себя в браке с Русской? Вопрос более был бы корректен. Если вижу я себя в браке в целом. А после этого уже можно понять, какая национальность. Я думаю, от национальности я точно не буду отталкиваться. А будете дома бить посуду, как в ресторане? Дома, если бьется посуда, она бьется не по хорошей причине. А в ресторане по-хорошей? В ресторане по-хорошей, наоборот. В ресторане мы гуляем. А дома, если сломалась посуда, то... Фу. Дома, если сломалась посуда, то есть два варианта. Либо случайно, либо все очень плохо. А в ресторане? В ресторане все идеально. Если ты ломаешь посуду, то ты гуляешь. Откуда пошла традиция? Хорошо. Она по-моему пошла... Очень давно в виде... Я сейчас, ну как правильно сказать, не изгнания духов, не прям так, как в мифологии говорила, но так далее. Но некое распространение энергии. Сломать что-то, чтобы оно сломалось, и оно прошло. Типа, начать что-то новое сломал, и проехали. А разве эта традиция не пошла после Второй мировой войны, когда музыканты выступали на улицах, и в знак благодарности им дарили цветы и били посуду у их ног? Это уже было тогда. Это, может, происходило. Это и сегодня происходит. Есть места в Греции, называется Бузуки. Это начинается там программа в 12 часов вечера. Там нет еды, столы, алкоголь, сцена. И как бы топовые артисты, не под фонограммой, вживую, видите, реактивы, поют. Это я сейчас... И там бьют посуду в знак благодарности. Там били посуду, это уже не камильфо. Кидают цветы теперь. У меня осталось три вопроса, которые я задаю каждому гостю. Предлагаю отвечать тебе коротко. Окей. Итак... Именно так, как я не могу, да? Придется постараться. Главный стереотип России? Балалайка, медведи. И ничего больше. Это самый главный стереотип. Если мы говорим о стереотипах. А что для тебя патриотизм? Для меня патриотизм – это то чувство человека, который может относиться к своему дому и своей семье. И так же он борется за все. Три главных качества русской души. Три самые главные, да? Хорошо. Теплота с параллелем с огнем. Иногда тепло, иногда может обжигаться. Но если люди, бывает по-разному. Гостеприимство, которые я сказал. И лично для меня такая любовь, такая открытость к грекам. И как я себя здесь ощущаю, и как именно я ощущаю, как люди это воспринимают. То есть мне с первого момента здесь я почувствовал себя дома. Потому что, во-первых, есть связь России и Греции, понятно. Сейчас мы не будем в это уходить. Но как я лично почувствовал, это было очень даже трогательно. Это как будто, знаешь, сразу человек улыбался. То есть там это можно объяснить, это либо воспоминания греются, это много чего, это как бы есть непричастие. Но только об этом мне уже тепло, мне приятно. Человек так относится. Всем, наверное, это было бы так же. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Тебе спасибо. Мне все очень понравилось. Мне тоже. Надо повторить. Это проект «Мы и они». Я его автор Мария Шакова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Обязательно включайте уведомления и ждите новых выпусков. И помните, хорошо там, где мы есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова